Добрый день, друзья! Сегодня у нас всего два случая, но оба довольно интересные, потому что офицеры сталкиваются с психически больными людьми. 9 января 2017 года, штат Джорджио. В 911 поступает вызов от мужчины о психическом припадке их сына из дома на Джексон-стрит. Офицер Майкл Хоккотт прибывает на вызов и решает направиться к дому. Аудиодорожка от офицера. Офицер Майкл Хоккотт. Офицер Майкл Хоккотт. А в это время прибывает 28-летний Мэтью Эдмондсон Майкл Хоккотт. Майкл Хоккотт. Майкл Хоккотт. Майкл Хоккотт Tuesday morning. Р ergен in the before. Майкл Хоккотт. Продолжение следует... После того, как Панин расправляется с зеркалами патрульного автомобиля, он решает прострелить колеса. Офицер, услышав выстрелы, начинает двигаться к патрульной машине. Их встреча происходит за домом. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще один момент. Сестра Месса, Тамика Гордон, рассказала, что ее другой брат перенес припадок в городе Гринвич за месяц до того, как Месса был убит. Полицейские того департамента были обучены программе ЦИД. Прибыв на место, четыре офицера разоружили брата и оказали первую помощь. Но при всем при этом я нигде не услышал о вреде проглоченных им колес, после которых человек превращается в зомби. И даже три выстрела из Тейзера не смогли уложить его. Теперь о случае Винтра. Чикаго, штат Иллинойс. 20 апреля 2018 года. Двое мужчин попытались завладеть BMW X6, но за рулем оказался офицер полиции. Как только открылась дверь, водитель сразу предупредил угонщиков, что он из полиции и им не стоит этого делать. Угрожая пистолетом, его все равно попросили удалиться. Выйдя из автомобиля, полицейский застал оружие и открыл стрельбу. Угонщики в ответ сделали пару выстрелов и скрылись. В настоящее время оба мужчины находятся на свободе. Офицер не пострадал. Субтитры сделал DimaTorzok